Ну что, погода была ужасная? Принцесса была прекрасная? Или в нашей истории наоборот? Сейчас посмотрим, что Александр Сергеевич там делает, да? Как всегда, наверно, с новыми идеями. Мы ноги не вытерли, сейчас нам кердых будет. Вытерли, но это все равно может не защитить от кердыха. Ой, камера запотела, да? Зачем вам его видеть? Слушайте. Что вы хотели сегодня нам поведать? Расскажите, пожалуйста. Вот проверяйте всегда поение, чтобы работало у птицы, потому что бывает такое, что... Выключайте всегда вытяжку, когда говорите о поении, потому что ничего не слышно вас. Сейчас выключу. Так, я про то, что проверяйте систему поения. Вот у меня есть палка специальная, чтобы непиля не зависали и работали, потому как истечение воды из них может прекратиться в самый неожиданный момент по причине завоздушивания системы, либо забитие вот этих вот самых непилей. Но мы сегодня не об этом. Вы все, наверное, ну не все, кто нас смотрит постоянно, знаете, что мы ищем панацею от такого заболевания, как асцит для нашего хозяйства. Вот. И хотели бы рассказать о результатах выращивания вот этой партии конкретно. Почему хотели рассказать? А хотели рассказать потому, что вот в этой партии у нас произошел минимально, аномальный минимальный для нашего хозяйства падеж от водянки. То есть вот в этой партии у нас было восемьдесят девять штук, вот два отмечено, но это на самом деле их три я не отметил. Значит, у нас произошел падеж, первый падеж аномальный опять-таки рано для нашего хозяйства от водянки в 25 дней. Вот. Второй падеж у нас был СВС у бролера и третий падеж у нас был в водянке вот буквально когда, позавчера. Значит, сегодня у нас... Какое у нас сегодня шло? Двадцать девятый, да? Да. Двадцать девятый, значит, им сегодня получается 14-й вывод. Сколько им? 45 дней? Да, наверное. 45 дней. Вот за 45 дней у нас три потери на этой партии. Значит, смотрите, какие соображения на этот счет. Мы, опять-таки, готового рецепта не можем вам предложить, сами его не знаем. Но если анализировать, что изменилось в выращивании вот этого бролера, то я вам сейчас скажу. Давайте я скажу о том, что не изменилось. Не изменился корм, здесь эта партия росла на пурине, значит, вода та же, пропоек не было. То есть, пропойки 5-7 дней. Это гоматоник и витом в самом начале, когда они в брудере сидели. Что еще? Температурный режим. Вот сейчас этого коснемся. Ну, в принципе, больше ничего. Все то же самое. Птицы в момент их выращивания в нашем курятнике было много. Вы могли это видеть. Это была индейка, куча молодняка. Короче, вот это еще партия после них, которая на забой пойдет. В общем, птиц было много. Здесь не скажу, что прям идеальные условия в плане воздуха. Ссылку в описании оставим, да? На количество птиц. Хорошо, оставим в описании. В описании мы оставим ссылочку по поводу наших последних соображений насчет асцита и ссылочку по количеству птиц. Вот. Но теперь, значит, о том, что в этой партии было не как обычно. Первое. Об этом нельзя не сказать. Это было яйцо другое, да? То есть, это был производитель тот же самый, компания МАХ в Чехии, КОП-500. Но родительское стадо было другое. Ну, по всей видимости, да? Маловероятно, что нам от того же родительского стада яйцо досталось. Второе. Значит, второе это то, что инкубировалась эта птица не в Блицах, а в инкубаторе Каравкова, который вот мы приобрели и на нашем канале. Вы можете посмотреть его. И что могу сказать по инкубации? Птица выводилась вот это в срок, в 21 день. В Блицах у нас обычно вывод происходил чуть раньше, то есть не в 21 день. Это второе, да? На что мы обращаем внимание. И третье, что изменилось в выращивании вот этой конкретной партии, это то, что мы начали опять подкислять воду. Но подкислять мы ее начали не как обычно лимонной кислотой, как мы до этого делали, а подкислять мы начали ее молочной кислотой. Значит, подкислять мы начали с 20 дня и происходит это так. То есть, смотрите, допустим, у меня два раза в день, в сутки, два раза в сутки наполняется вот этот бак водой. На ночь я сюда добавляю вот, значит, 40% молочную кислоту из расчета 10 мл на 20 л воды. И получается следующее наполнение у меня идет утром, у меня остается какой-то объем жидкости в этом баке, я доливаю просто свежую воду не подкисляя. И вечером заново вношу подкислитель из расчета 10 мл на 20 л воды. То есть, получается, что у нас 10 мл на 20 л воды это 5 мл на 10 л воды, либо 0,5 мл на 1 л воды. Вот из такого расчета я вношу кислоту молочную 40% 0,5 мл на 1 л воды. Так, что послужило, скажем так, первопричиной низкого падежа от водянки, мы будем анализировать в дальнейших наших партиях, возможно, исключая какой-то из этих вот моментов, да? Ну, хорошую инкубацию мы уже не можем исключить, а вот подкисление мы можем исключить. То есть, мы будем смотреть, анализировать, но факт налицо, вот в этой партии, которая инкубировалась в новом инкубаторе, но было другое яйцо, возможно, мы не исключаем, и это большая вероятность того, что яйцо другое. И еще, сейчас третье, и подкисление воды. И еще немаловажный момент. Говорю, со знанием дела это громко будет сказано, говорю, исходя из нашего опыта. Выращивание бройлера летом и зимой это совершенно два разных выращивания. Летом, вот сейчас, когда тепло на улице, гораздо проще здесь, скажем, обеспечить им идеальные условия проживания. Ну, пока, конечно, на улице не плюс 40. Вот. Но все равно, возможно, возможно, что просто-напросто настало лето и другие условия обитания этой птицы в нашем курятнике. Какие другие? Ну, во-первых, мне не нужно бороться с двумя противоположностями. Это поддержанием температуры и хорошей вентиляцией, да? Вентиляция у меня шарашит сейчас 24 на 7, и о температуре я могу не думать, температура оптимальная. Вот сейчас сколько она? Вот, 21 градус, да? 22. 22. А все время, что я разговариваю, мы открыли... Дверь здесь ни при чем, абсолютно, потому что, когда работает вытяжка, естественно, ну, не холодная, а свежий воздух засасывается сюда через вот окна, да. И дверь здесь ни при чем, абсолютно. То есть, это принудительная вентиляция. Вот. Так что, возможно, еще просто-напросто летом, как, наверное, многие замечали, кто выращивал в межсезонье, выращивать птицу гораздо проще. Но в жару, Сашка, мне кажется, сложнее. Я не про жару сейчас говорю, конечно, жару сложнее. Вот именно вот такую погоду, когда на улице, ну... В межсезонье. Да, где-нибудь до 25, нормально. Вот. Так что, в принципе, вот об этом мы хотели вам сказать. Опять-таки, мы делали уже такой вывод, что подкисление хорошо работает вот в летний период. Мы, еще раз напомню вам, есть об этом ролик. Зимой тоже подкисляли. И у нас была партия, когда при подкислении были очень большие потери. Так что, так что, короче говоря, до конца непонятно, по какой причине у нас в этой партии низкий падеж от водянки. Как вы считаете, что вы думаете на этот счет? Вот, что из измененных параметров повлияло на такой результат по водянке в этой партии? Пишите в комментариях, нам интересно будет ваше мнение узнать. Подскажите, пожалуйста, вот эта партия у вас тоже же выведена в Коробково? Эта партия тоже выведена в Коробково, да, в инкубаторе. Она тоже подкисляется, кстати, я вот не показал. То есть, эти два параметра, смотри, получается, остались прежние? Одинаковые, да. Вот она пыльная, баночка, сейчас я протру. Вот, значит, смотрите, разные просто объемы. Здесь 500 миллилитров, здесь 100 миллилитров. Стоит недорого. Покупали мы в ветаптеке эти препараты. Вот, есть еще 80-процентная кислота. Вот, но мы покупали 40-процентную. Что? Здесь изменилось что-то в этой партии, получается? Здесь переменная корма, правильно? Корм, да. То есть, яйцо, это тоже кросс КО-500, такое же, такое же. Но яйцо другое, это два разных яйца, разные поставки. Но, как бы, производитель один, а поставки разные. То есть, вероятность того, что одно и то же яйцо выпало из попа, извините, одной и той же курицы, маловероятно к нам попало. Да, поэтому мы... Судя по тому количеству родительского стада, что там, на фабриках, то маловероятно. Да, это стремится к нулю, короче. Значит, соответственно, это детишки других родителей, так скажем. Скорее всего, скорее всего. Если это генетически передаваемая особенность конкретных родителей, то, может быть, это тоже влияет. Значит, смотрите, температура, в принципе, такая же, как и у этих двух партий. Корм разный, инкубация такая же, подкисление такое же. Правильно? То есть, если в этой партии, правильно я понимаю, начнется падеж от водянки в срок с 30 и там и позже, как пиковая у нас есть, то, значит, мы можем отсечь в отсутствии водянки инкубатор коробкова и лимонную кислоту. Значит, мы будем искать причину в другом. Правильно? Раз эти две переменные у нас такие же. Ты намекаешь на корм, я так понимаю. Не только. Постой, постой. Я сразу оговорюсь. Вот эта вот передущая партия тоже росла на курине, там было много водянки. Да, значит, корм отсыпается. То есть, корм тоже нельзя 100% утверждать. Я говорю, что 100% от чего возникает водянка, опять-таки, ролик в описании, мы там это подробно разбирали, невозможно сказать. Я не могу сказать. Адептам, которые говорят, что это вентиляция, вот ребят, ну честно скажу, ну нет, блин, ну нет. Вентиляция не панацея от водянки, только комплекс мер. Сколько комментариев нам пишут, в дырявых сараях выращивают, вентиляцию делают люди, все равно водянка есть. На улице выращивают. На улице мы выращивали, есть водянка. Все равно водянка есть, даже при супервентиляции. Вот хоть что со мной делайте, но вот я так считаю. Вода. Она немаловажна, но это не панацея. Вода и качество воды может провоцировать? Вода одинаковая. Одинаковая. Скорее всего, может, да. Может. Я читал где-то, что вода с высоким содержанием нитритов и нитратов очень погубно влияет на выращивание бродера. Вообще не подходит. Не подходит, да. На выращивание бродера. То есть, соответственно, вода может быть инициатором или провокатором начала водянок вообще. То есть, есть люди, которые пишут, у меня никогда в жизни не было водянки, хотя я выращиваю 300 штук в день. Ну вот насчет 300 таких я не читал в комментариях, а вот что там люди говорят, у меня никогда не было водянки. Может вода? Это посмотрело не так, его раз и убрали. А у него, возможно, водянка. Эту же птицу не скрывает в основном никто. Ну мало кто скрывает. Слушай, да даже тогда вскрывают. Вот начальная водянка, ее спокойно можно не заметить. Да, можно не заметить. Она сойдет за кровь там, которая внутри тушки и все. Можно не заметить. Перекордит можно не заметить, что сердце в мешке. А это та же водянка, только что-то другого. И начало. Они обычно вместе идут. В общем, ладно. Если вот Лена коснулась этой партии, смотрите, я тогда расскажу вам, что мы хотим сделать. Вот эта партия на забой идет. Вот отсаженные уже у нас особи. Сегодня мы их убираем. Вот эти, смотрите, они у нас на зерносмеси. Да. А вот этих я отсадил. Это чисто пурина до конца будет. Мы хотим сравнить на вкус птицу, выращенную до забоя на пурине. Птицу, выращенную на последней стадии, то есть на зерне. Сейчас про зерно я скажу. И птицу, выращенную на другом корме, без лекарственных препаратов в старте росте. Здесь в старте росте есть лекарственных препаратов, с финишей нету. И сравнить по вкусовым характеристикам, что нам больше понравится. По зерну. Смотрите, ребят, честно говоря, с удовольствием бы отошел бы от этой вот схемы кормления зерном в последнюю стадию перед забоем. Вот. По какой причине? Значит, причина простая. Вы спрашивали в комментариях, уже я отвечал на этот вопрос. При переходе на зерносмесь, вот в данном случае, в нашем случае, это пшеница, кукуруза. Пшеница где-то 60-70%, ой, кукуруза 60-70%, остальное пшеница. Обычно я так делаю. Иногда бывает просто кукуруза, как сейчас. Сейчас просто кукуруза здесь. У меня пшеница закончилась. Но до этого была с пшеницей. Начинается в основном, довольно-таки часто, начинается жуткий понос. Да. Я не знаю, кто там чего говорит, что он там на зерносмеси пиццу поднимает, выращивает. Хорошо, там не два злака, а четыре злака, я считаю, ничего не изменится. На зерносмеси есть понос. Если вы не вводите сюда премиксы, понос, по моему разумению, всегда будет. Вот сколько я не перевожу, всегда есть понос. Где-то больше, где-то меньше. Сейчас я даже добавляю, знаете, немножко совсем, где-то процентов 10-15, этого финишного комбикорма, чтобы хотя бы часть ферментов и пробиотиков из этого корма птицу попадала. Тогда и лучше переваривается зерносмесь и меньше геморроя с поносом. Наверняка вы сами уже сталкивались с этим. Многие писали. Что на зерносмесь, да, переводят понос. Вы меня спрашиваете, понос есть? Да, практически всегда. То есть, блин, не получается, эта птица есть просто зерно. Скажи мне честно, извините, медицинский такой комментарий. Это понос или это прям вода с зерном? Это вода с зерном даже больше. То есть, не переработанное зерно идет? Оно никак не ферментировано. Грубо говоря, промывай, опять засыпай, условно. Ролик в описании будет о том, что на зерне у нас на докорме птица не растет. Ну, может быть, совсем чуть-чуть прибавляет веса. Или худеет. Это еще одно доказательство того, о чем я говорю, что на зерносмеси, ну, короче, максимум, что мы делаем, это обезопасиваем себя и якобы работаем, ну, не якобы, работаем на улучшение вкуса. Потому что мы ели эту курицу, да, на вкус она чуть приятнее. Вот мы еще раз хотим попробовать сразу два комбикорма и плюс обкорм предубойный на зерносмесь. Хотели рассказать об одном, рассказали опять обо всем. Короче говоря, спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Всем пока, на пасаранках.